Так, мы говорили о том, что надо ли проповедовать, ходить, так скажем. Я продолжу? Ну да. И поэтому это слово Господи, идите, научите, оно всегда как главное задание и христианина, и церкви, как общество христиан с своим Богом в целом. Поэтому, например, древняя традиция была такова, что сейчас в прошлом храме, как совершается богослужение на Пасху? В белых ходят, в крестный ход, уходят из храма и потом возвращаются в храм с святением горящим. Это что? Это рудимент того, чем жила церковь в древности. Это, сейчас говорят как, это символ того, как женщины мироносятся ночью в темноте, пошли с светильниками, помазать тело Иисуса. Ничего, это более поздний выдумок. На самом деле, это не как тетик спектакль разыгрывали взрослые дяди, от безделья, чтобы повеселили, повеселили, просто праздничную ночь. Нет, не спектакль. Была реальность какая. Шли белых одеждах, святильниками, на воду крестить, но окрещаемых, оглашенных. И их вводили в церковь на Пасху. И поэтому сейчас же появится место Святой Божией, что эти другие послали, в частности, явиться во Христа крестить, со стабликой слова апостола. Те, кто Христа крестились, теперь Христа оденитесь. Ставьте, извините с ними, получите поля. Так вот, это, значит, совершали крещение новообращенных. И как главный дар Христу несли новые, обретенные, спасающиеся души, желающие из Государства. И одновременно это было свидетельство и верно, чего? Наша церковь живая. Женский организм максимально живой когда? Когда он может родить. Церковь женская, слово женского пола не случайно. Она когда рождает, она живая. И вот это свидетельство, что мы, ученики Христа, моего завета, выполняем. Мы рождаем для Царствия Божия новых братьев, все в наших новых слове и начале небесного Царства. Вот, поэтому это главное уже богослужение года, пасхальное, и начало его крещения. Приведение к Господу новопросвещенных и новообретенных. Поэтому это так должно быть бы веках бы. Вот у нас сейчас, опять вернем свою букву. У нас сейчас вот, например, возьмем пример старобряться, новобряться. Вот старобряться спорят за букву. За единый аз, готовый на смерть. Как правильно уставно прослужить богослужение? Аллилуйя. Два раза, три раза говорит, двоите и троите. Креститься двумя пестами, и в частности пасхальным богослужением. А главное, оказывается, не форму, а привести новые спасаемые души. Вот, оказывается, что к благослужению. Чадо новое и церковное. Возбереги окрест, отче сегодня окрест тебе, и вижь. Себо придоже в тебе, чадо твоя. Северо-восток, юго-западо, там море, написать не море. Вот, тебе благословящий христиан Витий. Приступим священоснее, исходя через ту единицу. Священоснее, со свечами. Каким свечами? Какое-то крещение, совершенство крещения. Радость и обретение вечного света. Приступим. Даже в словах о канонах, вот это еще прослеживается. Хотя в канонах, как говорили, и временам, и андамаскинам уже более позднее время. Он несет дух то времени. Поэтому, мои дорогие, думаю, глубоко убежденно, нам важно проникаться вот этой мыслью. Я думаю, это главное для нас. Да, главная задача церкви на сегодняшний день, но не свидетельствовать Христа. Я вам может быть, я не проповедствую, а свидетельствовать. А свидетельствовать как? А по-разному. И словом говорить. Да, с растворенной жизнью. С растворенной жизнью. Раз. И жить мы можем привести кого угодно. Обойти моря и острова, повести, сделать хуже, чем сами. Нет, не так надо. Надо привести не к себе. Не в церковь, в смысле, вот в нашу организацию. Ко Христу. Ко Христу. Ну, то есть, вы видите, что церковь должна проповедовать. То есть, не просто как организация, а получается, мы-то члены церкви. И опять же, все-таки, если мы сейчас буквалистически понимаем, вот, кто сказал, иди проповедуйте. Сегодня говорят, вот, мы все должны вот иди там ходить и проповедовать. Так, все-таки, я говорю, надо ли это делать нам сегодня, или все-таки я, вот такой человек, живящий в этой местности, работающий на этой работе, должен в первую очередь проповедовать, конечно, делами, но и словами, например, если меня спросят. Христос говорил, когда только зарождалось. Сегодня ты кого удивишь? Куча храмов, куча всего. Как вот с этим совсем? Слово проповедуйте, все-таки я не говорю проповедовать. В данном случае, когда слово привыкли, идите научите. А еще Христос так говорил. Но проповедовать тоже надо, я же не против проповеди. Я хотел, говорю так, апостол, вы будете свидетели моими. Да, моими свидетелями. Вот, свят, кем должен быть свидетелем. Свидетелем словом? Да. А и все? Нет. Свидетелем жизни? И кому поповедите? Вот, например, Алексей возьмем. У него, в первую очередь, нужно забыть соблюдение. Кто блин? Жена есть, кстати. А потом есть детки, растут. Им нужно передать знания это. И опыт-то духовный. И причем детям, вот детям пропадать жестоко тяжело. Почему? Я могу этим правильствовать, читать Евангелие. А я потом, жеря со мной, круглосуточно, буду смотреть, как я живу. И соответствует ли мое слово моему образу жизни. Я, например, говорю, вот, дети, написано, нужно любить даже врагов. А сам ребенок, тот же ребенок, который я учил, кто-то не так сделал свое точнее время, и я на него кричу с раздражением, с раздражением. И значит, у меня нет любви. И сам ребенок написано, у Павла не раздражается. А с раздражением, он, может, маленький, не понимает, но сердцем почует. А вырастет и он поймет. Отец, мой, двоедушный фарисе лицемер. Он учил словом любви, а делом показывал ненависть, через раздражение. И вот, хорошо, это путь самый легкий. Набрать, взять в руки посох, сумму и пойти в соседние дни проповедовать. Языком потрендел и ушел. Ну, раздал Иванович. Ну, Иванович раздал, еще и где-то любота. Пришел домой и расслабился, и рассказывал. А вот, например, детям своим, родным, семья проповедует. Ну, или близким, которые вокруг тебя живут, да, которые знают. Которые потом могут сказать, слушай, парень, ты что больше очередешься? Где твоя слово твужина в твоем деле? Вот, поэтому это сильнее, как Господь в бою. И Павел пишет, когда вы собираетесь видеться так, что пришедшие люди любовь. Смотри, как они видят друг друга, чтобы сказать. Восторг очень важен. Моя бабушка в тот еще раз, она была не гамма-человеком. Она неплохо знала писать Евангелие, на слух, по памяти, воспитанной там в детстве. Но, в принципе, не словом жила, а жила духом. И я вот вспоминаю, я не помню момента, когда бабушка, она не была святая, раздражительность была по отношению ко мне. Но это не сравнимо с раздражительностью к кому-то другому, или других ко мне. Там все-таки доминировала любовь. И мама, вот она сейчас уже пять лет в городках среди ушедших в вечности, ушла в монашеском постриге. И вот как она, вот она не пропадала Евангелие мне. Она его не знала. Но она, когда нас кормили, она отдавала нам лучшее. Мужу и нам. Себе оставляй, что останется. И она никогда этого не говорила, и этого не бравировала. Но я вырастаю это видел. И понимал, что истинная любовь. Вот у нее было мало проповедей, у нее была жизнь. Сильнее слов. Ну, если, как говорите, вы, можно тут сделать так, что детям говорить о любви, например, два разных случая, да, там, привожу, например, если у нее знакомы. А жену, например, называть, там, при них, или еще при ком-то, там, дьявольский сосуд, там, без авокадильницы, например. И все. И говорить, что это, вот, как вы считаете. Смотрите, это разная любовь, там, при детях, при знакомых. Какая разница, вот, если те люди, с которыми ты живешь, наверное, рядом, как минимум. И к кому, например, я хочу нести слово Божие? Или несу даже? Ну, несу, да, потому что, например, я же там проповедую. То есть, я тогда и, если я жену, так называю, например, я не прошу прощения, конкретно, я вот так, прям, например, значит, я являюсь свидетелем. Только не Бога, а сатаны. Раз я с вами, таким словом, проповедую ненусть и злобу. К моей второй половине, к моей второй половине, к моему второму я. Это же твое я, второе, но как так можно? Ну, это, конечно, это свидетельство очень сильное. Свидетельство только отрицательное. Свидетельство, естественно. Понятно. Я проповедую то, что является моим ключом в ад мне. Если так, если так, если я так делаю. А когда отсюда тоже вытекающий вопрос, я слышал у одного протестантского проповедника, что он говорит, я бы никогда не пошел, например, проповедовать в ночной клуб. Ну, что туда ходить? Ну, а знаю одного знакомого, который, кстати, я от него узнал именно. Ну, знаете, есть всякие разные соцсети, там, вот эти вот. И есть такая чат-рулетка. Я не знал, честно. Вообще никогда не знал. Даже, может быть, и не узнал бы никогда. Ну, я не знаю. Не знаю. Ну, это, конечно, что решить-то. Вот, по факту, это, короче, это такая блудодейная помойка. Вот. Ну, это я так своими, слишком, такими... В интернете? Да. Да, в интернете. Виртуально. А что-то близко к порнографии, что ли? Смысл такой, что там живые люди. Вы на этом конце, я на этом конце. То есть, и они там автоматически соединяются. Ну, ты подключил здесь, я там, там, раз, и могу с этим, с этим соединиться в случайном порядке. Вот. Как соединиться? Ну, уже в Америке, например. Нет, 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 по видео, по видео. Я не объясню. По видео. То есть, у меня экран открытый, на меня камера направлена. Я вижу его, он видит меня. Вот. О чем грех здесь не понял? А грех в том, что, значит, как человек, от которого я узнал, он говорит, то есть, он туда вышел с проповедью, вот, и говорит, они, говорит, там блуд творят. А как может блуд творить, когда он в Америке? Я не понимаю. Они там живые, блуд творят, на них наставлены камеры. Ну, как блуд? Он в Америке, а я в России. Вот, на него кормили нет. Почему? Там люди, там, ну, пара, там, трое, четверо, пятеро, может быть, перед камером. Нет, конечно, нет. Ну, я прошу прощения. Он может быть, я плохо понимаю, там, все, я понял, типа, теперь я понял. Дедушка, я ничего не понимаю. Все, я прошу прощения за свою тупость, глупость осталась. Значит, там, если даже в Америке, я сказал, вот там двое-трое, прям, всякие балдадины виситут. А мы здесь. Да, да. И они ведь нас, мы их, а мы общаем. Все, 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 все. Вживую, и вот этот человек говорит. Благодарю, просветил. Вот теперь, вот теперь и вы знаете. И что дальше? Вот, я-то не знал, что. И вот я вышел туда проповедовать, и потом он снова говорит, что они там блуд творят. То есть, и сказать, оправдано ли вообще залазить в это, там, не знаю, ада в одно, там, кому-то там собрался проповедовать. Сказать, что ты прям там вытянул оттуда, или кого-то там, кто-то там пришел. Ну, надо ли так вообще, вот, или все-таки надо слово проповедовать, ну, как желающим, или как это слышать. Есть ли в этом какое-то оправдание, или как? Как вот, например, я говорю, протестантский говорит, куда, говорит, ты собрался в ночной клуб проповедовать, идти, там, у них пляска, там, музыка, говорит. Зачем? То есть, это, говорит, вообще не оправдано. Кому ты там собрался? Христос сказал, не мечите бисер перед синими. Так ли это все-таки? Можно под это подогнать или нет? Я думаю, все-таки в духовной жизни, в делах шаблона не существует. Не существует. Если есть такой человек, такого духовной высоты, что может и в грязи быть чистым, и оттуда вытаскивать и омывать кого-то, только порадоваться, про Христа раз не говорили, но вот, друг матерей и грешник, блудник. Здесь только опять же оговорки, это Христос, а когда человека пытаются с Христом поравнять, или он сам себя, и поэтому есть и кто достиг, но таких я считаю очень мало, и это очень опасно. Вот я лично, вот я бы не пошел, я бы тоже не пошел. У меня, мне седьмой десяток, но у меня столько страстей и пороков, и я не знаю, что я, может, там, если на блудный дозор, может, презрение недостим испытал какое-то, или унизил чем-то, я не смог бы истинно-чистою любовь явить. Я бы не дерзнул, во-первых, и во-вторых, если бы это про меня. Потому что, можно говорить, проповедник, как же, баптист, в Конго. Но это, прошу прощения, какая бы не моя тема. Я русский в России. Так вот, для русского в России никакой нужды нет. Есть, как сказать, рулетка, что ли? Чат-рулетка называется. Ну, чат-рулетка, как это подразумевать туда. У нас вот в живую, причем в живую и таких, которые бессознательно и осознанно жаждут уже. Вот так я говорю в 15 лет. Жаждут уже. У нас есть уже не свиньи, только международные бисер, а желающего-то бисера. Их очень много. Поэтому, вот на них обратить внимание, к ним свидетельствовать направить, этим людям. Это как, например, вот я скажу, ну, например, ну, вот я живем в селе, пошел в магазин. Там продавщица. Я ее никогда не езжу в церкви. Ну, неплохая женщина. Я ей ничего не навязываю. Но я не могу не быть православным с ней. Я совсем православным. Поэтому она мне предложила что-то. Я купил, взял, говорю, благодарю вас. Спаси вас, милости в Господь. Дай Бог вам свое благословение. Это не проповедь, наверное. Но как слушать свидетельствия. Я свидетельствую им, сирочного Господа. Я не специально навязываю. Я просто этим живу. Я хочу, я ей дам доброго. А самое доброе – спасение души, вечность, блаженнее. Я это желаю. Я прошу, что я благословение. И уже на этом может дальше уже состояться. И если, как Господь говорит, в хозяйстве мир до всего. Если тут есть цены мира. Если это интересно, она может раз, другой заговорить. Кстати, так и бывает. Вот этот вариант был у нас. Ой, я хотел с вами поговорить. У меня тут такой вопрос. Тут уже понятно. Вот уже пошло свидетельство. Больше серьезно. А бывало другое. Да, да, ладно. Пожалуйста, пожалуйста. Там никакой интересы нет. Ну, я всегда так буду говорить. Я от души желаю от того же человека спасения. Но я дальше углубляться не буду. Там будет металлическая беседа. Поэтому пойти к людям в самое дно греха, это спасительно. Но это не каждый может. И жесткой нужды нет. Можно больше эффективно потрудиться до Господа, не опускаясь в самое дно. У нас куча других. В нашей России, которая на России называется папуасия. В плане духовно-религиозного. Это папуасия. Когда у нас в храмах на Пасху 0,3% населения, а 99,7% это папуасия. Там не сказал проповедить. Вот я помню, сголосы мужчины. К примеру скажу. Пасха была, да, я люблю, я Пасху давно почитаю, почитаю. Я всегда, ну, сколько лет, теперь вот уже пенсионер, ага, Пасха, все, я готовлюсь. Включаю телевизор, ближ 12, сажусь, там вся Татаря будет меня поздравлять и другие все. Буквей, я готов, я праздную. У меня уже бутылочка стоит, яички, все здесь есть. Только он там, Христианский воскрес, яичка, маленькую, все, в меру, праздную. Я, я, пап, я Пасху почитаю. Я говорю, еще разочек. А вот, хотя бы, церковь пасху. Да нет, ну я не привык, я не выставлю, да это далеко. Да нет, нет, я же, я вот праздную. И может это, на его уровне, это реально будет неплохо. Но, 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 можно лучше же, и, но он готов. Слышит такой человек, говорит, я праздную. Я начинаю с ним говорить, а то он говорит, а есть еще более лучшая форма. Ну, ты знаете как? И он говорит, быть народом Божьим, вместе на встрече с Господом, на литургии, в храме. И все, говорит, так, слушай, слова звучат не просто красиво, правильно, а слова, которые вылились из душ святых. И слова канона Иоанна Маскина, это величайший святой Божий. Там каждое слово можно, канон начинается с фразы. Смотри, какой из фразы. Первый тропарь, первая песня канона. «Очистим чувства» и увидим в неприступном свете блистающего живого, получается, Христа. Нам, и мы поищем рекущего, говорящего, радуйтесь. Встретитесь с Христом. Кстати, очень интересный момент к нашей теме. Прийти в храм, чтобы услышали читаемые буквы Библии. Услышать, как читаются буквы Библии? Нет. Не так. Давайте соберем ум, поется канон. Нет, очистим чувства. Там про мозги вообще ничего не скажут. И увидим, а не поймем мозгами, и увидим неприступ на свете блистающего живого Христа. Нам, и мы поищем, говорящего, радуйтесь. Какая сила здесь в состоянии. Это говорит о том, что Дамаскин жил в духе. Он это смог выразиться, потому что он этим жил, он это переживал. Он к этому стремился. Вот, я ему сказал, говорит, там слова, если в них вникнуть, даже по полному, потом сердце огнем полохнет, загорится. Ну вот, он готов. Поэтому вот так. А люди по-другому. Люди не готовы. Поэтому, да, есть легкий путь. Ходить дом в дом, совать книжки, и все. Я, мне памятен, факт такой, очень памятен. Когда в нам дом пришли, в церковь пришли, я служил священником, пришли трое. Могут их делать. А можно с вами поговорить о Боге, о Евангелии? Говорит, конечно, с удовольствием. А можно не здесь вот, в вашей церкви, а просто по человечеству дома. По человечеству где-нибудь. Говорит, да, конечно, кричит нам домой. Говорит, можно, мы баптисты, да хоть инопланетяне, если о Боге говорить, да хоть марсиане, мы будем сразу встречать. И они пришли, они пришли, и я им чай предложил, мы говорили о Боге. И они сказали такую вещь. Они все тоже на букву напирают, они сказали, мы были у вас в церкви, мы для вас в Библии проговорили. Что дается? Долго. Ну, по тем временам, 90 года я сейчас не помню просто цены. А вот мы, Слово Бога, раздаем бесплатно. Скажите, как сказать, что лучше, за деньги продавать или бесплатно, Слово Божие отдавать, которому вы получили, даруйся. Он мне так спросил. Я говорю, да, в этой ситуации по-разному бывает. Как это по-разному? Я сказал, как. Я недавно из дома пошел в центр нашего городка. Тогда у нас сейчас техника, он раньше сказал, спытывал, двором спытывал. Там не было теплого тура, это был на улице. И я когда шел, я увидел нечто, что хочу вас спросить, сказал ему. Вы там не приходили проповедовать? Были. Спытывал в этом? Да. Не сдавали вам? Сдавали. И тут сказали, бесплатно. Я говорю, а я скажу, я догадался к чему сказал. Потому что я увидел бумагу, использованную после большой нужды. И эту бумагу, листы из Евангелия. Вы считаете, и вы доброе дело сделали? Вы этих людей толкнули на такое хуление Слово Божие. Они скажут, это их воля. Мы их не толкали. Человек же со свободной волей? Конечно. Конечно. Но все-таки им не удалось подтереться к этой большой нужды, если вы не подавили они Евангелия. Они от тем и другим подтерлились. Ну и слава Богу. Мне, например, как христианину, было очень больно это видеть. Ну очень больно было это видеть. Они на виду раскидываются, испачканы. В Дене они были очень больны. Я испытал душевное потрясение. Они, кстати, тоже растерялись. Они так не ожидали, даже расстроились. Я говорю, вот видите, бесплатно. И оказывается, не всегда это к лучшему. А потом, говорю, а я знаю русскую ментальность. У нас что даром получили, и к этому относятся как к даровому. А что, трудом, или денежки досталось, берегутся. Поэтому, говорю, я не считаю, что все нужно продавать. Нужен кому-то давать и бесплатно. Кому-то не давать ничего и не продавать совсем. Словно. А кому-то лучше за деньги. Я думаю, в духовной жизни шаблонов не существует. И когда я хотел даром получили даром дать, он говорил, а даром святого духа, кстати. А не о книгах. Но это не одно и то же. Ну, а может быть, тот, кто вот так в глубины такие ада залазит, в кавычках, проповедует, как бы, да, считая себя там каким-то высоким. Ну, вы говорите, я не пойду, я не... Как чат-рулетка. Чат-рулетка, да. Ну, может быть, человек, цель какая-то испытать себя более высоким, чем кто там, какая-то вот такая более, как бы, да. Знаешь, вот я замечал за людьми гордыми, что они когда к Богу прощаются, но не работают все над собой, гордо с них проявляют разные вещи. В этом плане, например, в церкви всегда было отрицательное отношение к тому, чтобы идти, например, даже на муку специально провоцировать, что меня замучили за Христа. Это, говорит, и благодатно-спасительно. Другой говорит, вот тебя взяли, в угол загнали и говорят, христианина мне или нет. Скажешь христианина, будем ходить. Да, мы должны все действовать и пойти на смерть. Но специально сказать смертью, специально сказать смертью, провоцировать палачей, что меня убили с Христа. И это крайность неспасительная. Как бы, на наше время сейчас этого нету, вот о чем мы сейчас говорим. А это форма. А суть какая? Бывает, что и проповедует не Христа, а себя. Вот человек, понимаете, упивается своими проповедями, своими знаниями, своими возможностями влиять на людей. Упивается этим. Это состояние прелестное, гордостное. Такое приходилось видеть. Вот я, например, в частых людей, вот, например, монах уже в возрасте, его считают духовником, к ним обращают его до хриппа, а он так. Не благословляю. Или так, благословляю. Когда вы священниками, я почти с тем годом, вы священниками, как Христос, священство на землю и спасение наше. Я боялся отпустить филарду. Благословляю, не благословляю. Связать волю, свободный человек. То есть, говорить железно, да или нет. Не ты должен только так делать. Вы так ни разу не говорили. Нет. Я боюсь так, говорить так, понимаете. Я говорю, вот, совет, могу дать совет. Как я вижу. Я помолюсь за вас. А выбор должен быть вашим. Требовать, заставлять, не оставлять вариантов, я думаю, это не по-боже. Вы за них говорили, что разве Господь, кто вы учили, мне подражаете? Он разве нас насильно заставляет в рай идти? Ну, как бы, Христос там, типа, мы здесь, да? Ну, вроде все верующие. Раздевают, вот, ты должен делать так, как это я делаю. Вот, я, например, там, в коем случае что-то делаю так вот. Ни в коем случае. Ты должен так. Я вот, чтобы трясала, ты говоришь, я, кому говоришь, бери пример с меня. Это, Павел говорит, мне подражаете. Тут уж добавляет, как я Христу. То есть, вот, это на Христа поворачиваешь. Павел говорит, я там был, там был, сям был, при смерти, все, вот я какой. Да, но при этом он говорит, впрочем, не я потрудился, но благодать, которая мне. Он все равно, свои слушатели, его слушатели, он обращается к Христу, он их младше к Христу поворачивает. Поэтому, вот, вот это самое главное. Можно за Христа сказать, иногда, где-нибудь там, а так-то в основном, чтобы вот. Поэтому, никогда, будучи вот, был и настоятель, очень благочинным районом, глазчинником. Возглавлял отдел епархиальный благотворительниц, например. Говорю, многие просились и говорили, возьми ты от духовных чадов. Я считаю меня как духовника себе, например. Но я никогда не говорил, делай так, и никак по-другому. Вот я тебя был вставлен, я велю. Никогда, и даже боюсь думать в таком ключе. Бог дал тебе свободу. Кто я, чтобы ломать Божий дар тебе? Как-то, столько знаний, тем более в прошлом духовное. И что я делаю? Господь тебя воль не ломает. И что я себя выше Бога, что я тебе поставил? Не имею права я ничего воль не ломать. А я хочу командовать, я, например. Вот, будут команды, когда я сижу, самим задом буду командовать. И в делах духовных, собой буду командовать. Будь строг себе, а ближним против. Вот правильно. Вот, да, должен приказать вбежался себе и с любовью советовать инуть. Ну, а можно приводить цитаты из Библии, например, там, ну, например, как бы вот, ближайшая ситуация. А вот, Иоанн Креснитель говорит, вы по рождении Ехидины там, Илью Пророка приводить. Вот кого-то других больше нет в Библии. Очень интересно. Илья всем голову рубил. Очень интересный момент. Вот, как мы понимаем Писание, насколько в духе, насколько вынесено духом, насколько вынесено духом, насколько вынесено сердцем, порождение Ехидины. А что это слово «знает» значит? Мы как, по сравнению, как ругательство некое, как обзывание. Когда читаем многие, а я тебе это о другом. Он, ну, слово Ехидина, это не Ехидина в нашем понимании, в Австралии живет, а там о другом Ехидине. Это о змеях, о пресмыкающихся вообще в целом, которые брюхом по земле ползают, ну, как змея, например. То есть, Господь говорит, что вы из рода те, кто только по земле думает о земном, только в прахе, в которых нет никакого духовного жизни. А, это Иоанн Креститель говорит, то есть вы думаете о земном. И это не обзывательство. И потом, можно как сказать, вы, порождение Ехидина, а можно с болью и с тоской это сказать. Но по факту буквы это не будет отражать. А буквы не отражает и не дает. Она не дает полноты переживания. Буква – это дух, дух дает. И дух любви. Когда с любовью, любое слово будет спасительное, без любви любое будет неспасительное. Я говорю, меня бабушка, я что-то раз сказал, не помню, что-то маленький будет, что-то глупенькое. А тогда он смеялся, меня по голове требует, дурачок ты, дурачок. Я не обиделся. То, что он с любовью, но я чувствую. Не то, что он смешный, смеялся смеющий. И я повторю пример у меня жить очень интересный. Когда он священником служил в Болгарии, я вот так иду, поворачиваюсь в перекресток, а там две бабушки, церковные стоят. И одна ко мне спиной меня не видит. И которая не видит, говорит другой, ну, Мария, сказали мне, что ты про меня говоришь. И какие про меня спит не разговариваешь. Ну, прости меня, ради Христа, такая грешница. Ну, прости, ради Христа, ты святая меня, прости, прости. Слова-то вроде и с наполнением сказать. Прости, я грешен, ты святая. Ну, как она и сказала, я думаю, она сейчас ее убьет, это правильный, это покаянница. Вот, она делает слова-то еще, как произнести, как в них дух вложить. Что на все секреты она творится-то? Господь говорит, вы смотрите на лицо, а я на сердце. И Господь говорит, что мы не на лицо букв смотрели, а видели глубже сердце, дух, который за этим стоит.